Но я продолжу засчитывать вопросы. Марат пишет, Лайма, какими бы хотели вы видеть отношения между Латвией и Россией? И при каких обстоятельствах вы готовы поехать с концертами в Россию? И готовы ли? Мне кажется, это так далеко. Я бы хотела, чтобы Владимир Владимирович все открутил назад. Я бы очень это хотела. А он может? Он может. Только он и может. Я только считаю. Ну, сложно открутить, когда человеческие жизни отняты. Это не вернет ничего. Это надо будет покаяться. Вопрос еще один от Марат. Он спрашивает, с кем бы вы хотели спеть дуэти? Может быть, с Эмми Вайнхаус? Да, но это мы споем, когда придет время. И тут еще спрашивают тоже. А есть еще кто-то, кстати, по поводу с тем, с кем хотелось бы? Нет, у меня нет такого. Все происходит само. Даже, например, я с Марио Бионди пела. Это оказалось такое счастье. А я мечтать не мечтала об этом. Просто потрясающе. Певец, потрясающе произошло все. Ну, теперь буду с другими петь. Кто-то еще спрашивает, как вы относитесь к Иосифу Кобзону. Мне кажется, затрагивали с вами эту тему. Во-первых, человек, который ушел, о нем говорить плохо никогда нельзя. Во-вторых, у него было очень много хороших качеств. Я никогда не забуду, как... Меня попросили с ним познакомить. И я позвонила и говорила, вот у меня тут один человек, который связан с театром, хочет с вами встретиться. Пожалуйста. И как он нас принял? У него стояла очередь к нему на приему. И мы когда зашли к нему, было такое ощущение, как будто вообще никого там нету, что мы только... только мы важны для него. Вот это для меня было очень странное, ну, такое... я очень его зауважала за такое отношение. Быть не суетливым, а это тоже показывает какую-то силу. И вот это, наверное, что для меня характерное у Иосифа, это помнить всех, помнить имена, помнить... Это какое-то уважение к людям. Это в нем было. А все, что там остальное, я не знаю. Я не варюсь в этой каше. Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Никого не знаю. Кирилл спрашивает. Он так сформулировал вопрос. Зачитаю, как есть цитата. Мой товарищ хотел спросить, Ламина Станиславовна, считаете ли вы, что Балтийское государство находится в опасности аннексии? Спасибо вам. Ну, когда... Когда отвязаны соседи, ты никогда не знаешь, что они сделают. Если у меня за стенкой бомжи, откуда я знаю, что они вытворят, что они кинут в мой огород? Ну, вот именно такое для меня сравнение. Когда рядом цивилизованный человек, то ты не ждешь от него никакого плохого поступка. Поэтому, может быть, все что угодно. То есть такая непредсказуемость. Да, все непредсказуемо. Откуда я знаю, что может случиться? Ну, вот такой мой ответ. Еще один вопрос от нашей зрительницы. Она спрашивает. Хотелось бы узнать отношение Ламина к позиции бывшего зятя Аллы Пугачева, Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской. Благодарю, если знаете. Я могу сказать только про Преснякова, потому что это человек, который в 17 лет у меня работал. У меня была такая возможность выбрать из нескольких певцов. Я выбрала именно Володю. Талантливый человек был и такой, ну, с чертиком такой. Я помню, как у нас было. И мы выступали в Хамаровском центре в Москве. И там мы месяц-два работали. И я прихожу на работу, смотрю. А Володя 17 лет, мальчишка. У него, его костюмы валяются под стулом. Эти костюмы были мои. Я ему дала этот костюм. Потому что у него не было чего тогда одеть. И он, я говорю, Володя, ну как ты можешь? Твой костюм валяется под стулом. Ну, мне это тогда было, если ему было 17, мне было, ну, не на так много больше. Я был тоже еще в этом возрасте, когда считалась молодым человеком. А он мне говорит, а, Лайма, вы нас молодых не поймете. Я говорю, что? Мой этот щенок, мне, молодой девушке, говорит такие вещи. Ну, он очень классный был парень. Остроумный, жизнерадостный, талантливый. Младше я могу сказать про Володю. Ну, тут еще спрашивают про Агутина. Общались ли вы с ним и как вы оцениваете? А, да, я у него в студии писалась. Я пела его песни. Талантливый человек, безусловно. Ну, сейчас в мессенджерах вы ни с кем из них не переписываетесь. Нет, конечно. Связь, связь видишь, никаких не осталось. Соня спрашивает, Лайма, есть ли у вас любимая книга или фильм, сериал, который посоветовали бы к прочтению и просмотру? Наверное, это характерно мне. А мне надо вспомнить название. Ну, во-первых, «Куклы». Для меня самый любопытный фильм. Где я просто... Это японское кино, где я заставила себя просто посмотреть, а потом этот восторг неописуемый. И, наверное, «Пепелон». Это человек, который всю жизнь, вот два арестованных, один сдался, всю жизнь мечтал убежать. Где он считал приливы. Добрый день, друзья и недруги. Лайма в Айкуле накануне фестиваля, накануне этой тусовки в Юрмале, которую она проводит уже не первый год, дала интервью. Я обычно воздерживаюсь от комментариев. То есть, я выкладываю эти фрагменты в презумпции того, что зритель не идиот. Я особенно про своих подписчиков хотел вот так думать. Вот. И что им и так будет все понятно. Без расстановки акцентов с моей стороны и без резюме. Я считаю, что есть вещи, которые, знаете, комментировать, только портить. Есть такой мем. Как в свое время та же Лайма Вайкуле сказала, что она видит Максима Галкина, иностранного агента, президентом России. Ну, думаю, что она исходила из того, что раз шоумена Зеленского на Украине выбрали президентом, то мы, русские, можем и Галкина выбрать. Ну, тоже как бы еврей, тоже шоумен, комик талантливый, способный. Спору нет. Ну, думаю, что не удержусь все-таки фрагментирую, что Лайма Вайкуле не была вполне искренне, что это был эпатаж. Ну, надеюсь на это, потому что Лайма, в общем, умная. Просто красивая и талантливая, но и умная женщина. Вот, думаю, что это она так протроллила и нас, и свою публику. Вот. А вот этот отрывок я предлагаю послушать без своих оценок, но с интересом ознакомлюсь с вашими оценками в комментариях. Я ничего не понимаю вообще. Восприятие каждого человека. Вот у тебя есть товарищ. Ты с ним совпадаешь во многом, да? Вот, например, ты с ним любишь пиво. И ты с ним любишь колбасу. Тогда ты почему-то уверен, что он должен вместе с тобой любить и груши. Это жестокое заблуждение. А грушу он ненавидит. Поэтому ты будешь есть грушу, а он будет есть колбасу. И это называется толерантность, понимаешь? Но тебе же очень хочется, чтобы он с тобой ел груши. Ты знаешь, какая она вкусная? А он дурак, не понимает. Вот тут возникает сожаление. Ну, это субъективные вещи, но мы же люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова